Всем привет! Меня зовут Николай Соболев. Вот чем русскоязычный сегмент Ютуба отличается от всего остального мира? Количеством хайпа, может быть? Все ради хайпа, все ради бабла. А тем, что русских блогеров приглашают в Государственную Думу? Я не помню, чтобы в какой-либо стране когда-либо видеоблогер выступал на трибуне парламента. Может быть тем, что только в России блогера могут посадить за то, что он снял видео, где ловит покемонов в храме? Кого может оскорбить то, что ты походил со смартфоном по церкви? Мне хочется плакать. Это ты. Нет, конечно, всего этого достаточно, но главное отличие русского Ютуба это количество хейтеров. Сука, пидорасы, ебаные, блядь. Многие пишут, почему же так получается, я сам не знаю. Вот реально, если за рубежом кто-то открывает новый канал, ему в комментариях пишут. Бля, чувак, красава, реально, продолжаю тебе, все получится. Красавчик. Если кто-то у нас в России открывает новый канал, то... Блядь, убейся, твой контент хуже жопы слона. Почему в людях столько злости? Но у кого из русских ютуберов этот клуб антифанатов наиболее масштабный? Кого же ненавидят больше всего? Я думаю, вы уже в курсе нашего спора с Ликеем, если смотрели мое предыдущее видео. Я был категорически не согласен с его аргументацией и решил самостоятельно просуждать на тему хейтеров. Хоть я не претендую на звание философа всея ютуба. Экстра бал. Я не буду распределять блогер по местам, но постарался отобрать самых ненавистных и проанализировать. Вот как же так получилось. Ха-ха-ха. Безобид. Погнали. Дмитрий Ларин. Ларин зайчушка. Чушка. Не буду долго расписывать плюсы и минусы Ларина, потому что я уже сам себя заебал. Он меня заебал. Ну вот Ликей высказал одну очень интересную теорию, с которой бы хотелось поспорить. Он сказал, что Дима Ларин намеренно провоцирует негатив к себе. Весь его образ построен на том, чтобы вызывать ненависть. В этом и есть суть Дмитрия. И знаете, мне кажется, что это полнейший вред. Эй, Ликей, ты вообще не прав? Человек, который намеренно провоцирует к себе негатив, относится к этому негативу и к хейтерам спокойно. А Дмитрий Ларин пытается все время на всех кидаться. Важно, что у тебя зашоренные старики. Ликей, незамедлительно подавай объявление о наборе новых стариков. То ему старички не понравились, то он комментаторов нахуй посылает. Те, кто мыслит категориями повезет, не повезет, могут нахуй идти. Но вот за что же его не любят? За всю свою жизнь, за карьеру на ютюбе Дмитрий Ларин сделал Ларин против всех популярных ютюберов. А зрители этих ютюберов очень сильно не любят, когда кто-то обижает их кумиров. Но Джарахов это даже не рэп. Ларин ругал людей за плохое чувство юмора, за плохой рэп. Он превозносил себя над всеми. Сто просмотров, так у меня побольше будет, господа. И несколько раз он сам попал в свой же собственный капкан своими неудачными выступлениями. 15-й год, 15-й год! Аудитория ютюба очень сильно не любит блогеров, которые не могут ответить за свои слова. И в последнее время дела на канале Ларина идут совсем плохо. В буквальном смысле от него начали отписываться люди. Я уже не хайпываю. 534 человека в сутки. Ну это же ужасно. Но Дима может не переживать, потому что один человек о нем не забудет никогда. Николай Соболь. I don't want to be for my own. Марьяна Рожкова. Я устала это терпеть. У Марьяны есть огромные антифанатские клубы. Ей даже пришлось 12 минут плакать на камеру, чтобы люди наконец-то чуть-чуть успокоились. Я плачу. Зависть. У бывшей девушки самого популярного блогера в СНГ не может не быть хейтеров. Вы только вот посмотрите на это. Ну реально, большинство школьниц хватались за сердечко и бились в эпилептическом приступе, когда видели эту картину. Посмотрите, как он ее обнял. При этом люди крайне завистливо относятся к чужим достижениям. И тем более им не очень нравится, когда какая-то девушка пропиарилась за счет своего парня. И теперь у нее как бы 5 миллионов. Хочу быть популярной. Хватит это терпеть. Но еще больше аудитория Ютьюба не любит вот такую вот подачу. Вот эти все кривления, ужимки, какой-то театр одного актера. Что с тобой не так, мразь? А Марьяна Ро это тот самый человек, который с этим реально заигрывается. Если ты еще не подписан, на, или подписан, ммм. Еще не подписан, на, не подписан, ммм. Если вы не подписан, ммм. Если вы не подписан, на. Скателось. Но больше всего люди не любят, когда блогеры ловят звезду. И вот серьезно, меня лично очень бесит, когда в интернете все блогеры такие. О, мы так любим свою аудиторию. А в жизни как бы вот что получается. Вот этим грешила и Марьяна, когда делала радостные селфи с подписчиками. А потом в интернет селивали вот такой вот неудобный бэкстейдж. Марьяна. Не шерстяковочка, по-моему. Пока. Юрий Хованский. Бухает пиво и ходит в трусах по дому. Блядь, пропаганда алкоголя. Когда ты бухаешь пиво, жрешь шаверму, читаешь русский рэп и ходишь по чужим мамкам. Алкоголик, который бросил твою мамку. Ну ты просто не можешь всем понравиться. Блядь, это кто-то смотрит. Юра Хованский взбесил всех с самого появления на ютюбе. Это просто выброс поноса. И очевидная причина хейта заключается в том, что если, к примеру, я иногда выражаюсь остро, то Юра Хованский вообще язык за зубами не держит. А я буду смеяться, блядь. Ебать ее в жопу так, чтобы она плакала. Без смазки, нахуй. Да тебе пизды дать только за твой базар можно, блядь. Хованский не стесняется в выражениях и с ним часто выходят провокационные видео. Например, канал Жепород. Хованский и Сквиртман обсуждают размеры того, о чем беспокоятся многие парни и девушки. Ну он и длинный, и толстый, и вообще нет. Как третья рука, брата. Всем фанатам и хейтерам Хованского будет реально интересно посмотреть, как Хованский ведет себя в повседневной жизни, в таком формате влога. Вот что он из себя представляет. Вы недооцениваете мои полномочия. Кстати говоря, на том самом канале, где был снят этот влог с Хованским, прямо сейчас проходит конкурс. Вам необходимо подписаться на этот канал, вступить в группу, сделать репост этого видео и победитель будет объявлен 3 июня в 20 часов на канале Юры Хованского. Победитель выиграет 500 тысяч рублей, а общий призовой фонд составляет 1 миллион. Я разыграю миллион рублей. Просто подпишитесь на канал, там, кстати говоря, и со мной видео выходило. Да ну нафиг! Ссылка будет в описании. Саша Спилберг! Знаете, для того, чтобы тебя на русском ютюбе начали хейтить, нужно, в общем-то, немного. Но Саша Спилберг умудрилась объединить в себе почти все. Каждое мое видео это мини-выборы. Очевидно, что в этом году Саша Спилберг свои мини-выборы провалила с треском. И я испугалась. Совершенно невнятное выступление в Госдуме, хамское поведение на фестивалях, где она ругалась матом и призывала матом ругаться детей. Ругайтесь с матом! При этом на протяжении всей своей карьеры она производила достаточно странный контент. Вот я не думаю, что министр культуры одобрил бы такое. Адский сука трэш! И вот на днях у Саши Спилберг все-таки сдали нервы. Она, по примеру, Марьяна Рожкова и записала откровенное видео, где она жалуется своим подписчикам на жизнь. Наверное, многим из вас я окажусь идеальной, непоколебимой. Ну, знаете, мне кажется, слегка странновато начинать такое видео вот с подобных вот речей, типа, вам, наверное, кажется, что я идеальная блогерша, самая лучшая, самая красивая. Непоколебимой. Но я готов открыть для вас правду. Все мы блогеры, мы все такие же люди, как и вы. Да ладно! Вот это поворот на самом деле. Аудитория не поверила Спилберг, и эта история должна стать большим уроком для всех. Всегда нужно хорошенько подумать, прежде чем залезать в ванну с чипсами. Очень надеюсь, что сама Спилберг тоже вынесла из этого урок, и в будущем не будет повторять своих ошибок. Рома Желудь. Несмотря на то, что Рома Желудь уже даже сложно вспомнить, но вот хейтеров у него всегда было предостаточно. Наверное, больше, чем у всех. Если Спилберг первый блогер в Госдуме, то Рома Желудь был единственным видеоблогером, которого на встречу подписчиков закидывали тухлыми яйцами. В Желудя бросали яйца и кричали «Убирайся». Иди на х**! Иди на х**! Да, это жестко. Я употреблял антидепрессанты какое-то время. И вот на его примере очень удобно доказать, что люди на Ютьюбе не любят прямо больше всего. Больше всего люди не любят мажоров, которые возомнили из себя хрен пойми что. Тысячи девочек по всей России хотят трахнуть Рому Желудя. Чего, блядь? Ну и, конечно, большинство людей в нашей стране не переносят геев. Иди отсюда, пидор грязный. Игорь Синяк. Фу, блядь, фу, нахуй. Знаете, в случае Игоря Синяка, мне кажется, что даже, ну, как бы, объяснять особо долго не надо, за что же его не любят. И в сегодняшнем видео мама будет делать мне вот этот макияж. Че он сказал? Мама сидит его, красит и такая, типа, вот ты здесь не подбрился, мне неудобно наносить тон. Ты плохо сбрил, у тебя тут меньше, там больше, блядь. Меня, между прочим, красит только моя мама. Я никому больше не доверяю. Да от тебя гомосятиной, зови в сту пахнет. Эдвард от Эва. Ну и, конечно, в свете последних событий невозможно не сказать ни слова об Эдварде Атеве. Ебаный Атева. Конечно же, он никогда не мог похвастаться особой лояльностью аудитории, потому что блогера, которого любят, помидором не назовут. Атева, Атева. Ну вот за последнюю неделю он умудрился зашквариться прямо, ну, я даже не знаю, кто в последнее время шкварился больше. Огромное количество женственных кривляний в роликах. Черт, у меня прет. И неудачный конфликт с Лизкой, которая уделала его одним успешным рэп-дисом. Ты просто позер, чмо. На что он ответил неудачной пародией на песню Скруджи. О, рука лица. О, неужели, лопать. И почти уничтожил лояльность аудитории. Мне давно положить на ваш хейт. Тем, кому на хейт наплевать, лайки не закрывают. Так что это... Полный пиздеж. Конечно же, у каждого ютубера с большой аудиторией есть свои ненавистники. Вот на примере тех людей, которых мы перечислили сегодня, можно легко доказать, вот что людей бесит больше всего. Люди просто ненавидят зазнаек, которые превозносят себя над другими людьми. По соотношению дизлайка можно понять, что наша армия в 4 раза сильнее. Просто не переносят пафос и высокомерие. Мне надо ссать на ваше мнение. Подписчики ценят естественность и очень не любят вот такую вот херню. Без тебя я не могу. Аляляляляляляляля. Заткнись, блядь, супер. Ну, а также, естественно, я даже говорить об этом сегодня не стал, люди очень сильно не любят маргинальный контент типа Ферамира или вот такого вот пиздеца. Трахать тебя хочу. Мне кажется, это очень полезная тема для обсуждения, потому что вот этот ролик поможет начинающим ютуберам не допускать ошибки. Хотя, всегда помните, очень важно оставаться самим собой. Суки, блядь, хуесосы, нахуй, блядь! Нет, не всегда. Иногда нужно меняться. Меняйся или сдохни. Ставьте лайк, если вам понравился ролик. Пишите в комментариях, кто вас бесит больше всего и за что. Но самое главное, если вы начали критиковать, то критикуйте, пожалуйста, адекватно. Не нужно опускаться до оскорблений. Глупый хейт еще никогда ни к чему хорошему не привел. Уж поверьте, я в этом разбираюсь. Подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Николай Соболев. Всем спасибо. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok